На данный момент этот добровольный план государством реализован где-то на 21% в соответствии с теми данными, которые предоставляла в декабре прошлого года Украинская Хельсинская спилка по правам человека. То есть, соответственно, то, что было запланировано сделать на сегодняшний момент, остается в более чем плачевном состоянии. И более того, хочу сказать, что даже на то 21% выполненных мероприятий, в основном это мероприятия, которые выполнены формально. Приведу один из примеров, который касается темы дискриминации, то, чем занимается в частности наша коалиция. Конвенция по правам людей с инвалидностью была переведена на украинский язык и в 2016 году были внесены изменения в официальный перевод конвенции и слово «инвалид» было заменено на словосочетание «особа с инвалидностью». В плане четко написано, что нужны изменения в украинском законодательстве, в частности в официальном переводе конвенции, и замена слова «инвалид» на слово «людына с инвалидностью». Во-первых, как вы видите, что не в точности реализована та задача, которая стоит в плане, потому что все-таки «людына с инвалидностью» подчеркивается в первую очередь, что речь идет о человеке, особо с инвалидностью, это уже более официоз и бюрократический язык, и человек за словом «особа» все-таки теряется. Но в плане четко сказано, что эти изменения должны быть во всем законодательстве, мы во всем законодательстве должны избавиться от слова «инвалиды» и от таких конструкций, как, например, «людына с особливыми потребами», «требом» и «чебмежным» и «можливостями». Этого проведено не было, то есть, соответственно, даже такая элементарная вещь, как изменение в законодательстве того, что касается одного слова, подход был формальный и не исполнено до конца. Вообще мы отмечаем, что в основном действительно действия плана исполняются с формальной точки зрения, и очень много задач, которые содержательные, и задачи по сути, о чем скажут мои коллеги чуть позже, в частности, в проблематике дискриминации ЛГБТ, они не реализуются. И наша задача, собственно говоря, и этой пресс-конференции, в том числе, еще раз обратить внимание государства на то, что мы следим за исполнением этого плана, мы не только принимали участие в его разработке, но и раз государство не способно самостоятельно исполнять добровольно взятые на себя обязательства, то общественность, общественные организации, в частности, коалиция против дискриминации, видят свою роль в том, чтобы выступить тем цербером, который будет следить за тем, чтобы государство выполняло свои обязанности.